Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сангейт свою программу сегодня начинает и у нас сегодня конец рабочей недели пятница 23 число сентября официально в Соединенных Штатах это день осеннего равноденствия началась ну на этой территории началась осень то есть календарно она начинается понятно с 1 сентября но вот так считается 22 число сентября это начало осени официально ну и у нас на связи сегодня как всегда по пятницам в это время время в Чикаго 8.30 утра 16.30 в Москве в московское время ну и как я понял и в Москве в общем-то осень наступила поскольку дождь вообще-то говоря по прогнозам очень многих астрологов считается что это время которое вот конец сентября после солнечного лунного затмения это время каких-то климатических серьезных катаклизмов в том числе могут быть землетрясения могут быть различного рода наводнения вот недавно я прочитал в фейсбуке о том что было наводнение в Одессе и это будет действительно продолжаться но сегодня у нас тема кстати мы сейчас просим тема другая тема у нас экстрасенсорика парапсихология медиумизм ну и как всегда специалист который должен отвечать на наши вопросы и участвовать в этой беседе это Елена Порецкая и она действительно является специалистом дорогие друзья я хотел бы сделать небольшую ремарку по поводу того что радиостанция не несет никакой ответственности за мнение гостей в эфире не всегда согласна с этим мнением в данном случае мы говорим и я кстати согласен во многом с Еленой Порецкой поскольку она действительно является специалистом в области экстрасенсорики в области ясновидения магии и медиумизма почему я согласен потому что я сам езжу в заморские страны посещаю индию бразилию и там это все понятно у нас к сожалению на западе эти вещи непонятны во многом поэтому люди как всегда пытается что-то проверить ну это примерно как наука пытается проверить религию вот когда-то это все было вместе в ведические времена сегодня это все разделилось наука идет своим путем религии идет своим путем дарвин сказал предположил точнее о том что человек произошел от обезьяны он точно также можно было предположить что он произошел от таракана ну а природа как мы знаем все таки человека это божественная но опять же как можно атеисту говорить о божественности но так и здесь люди которые не понимают и не умеют они пытаются проверить как правило это как раз таки те люди которые не понимают в этом ничего и они пытаются проверить как можно проверить то в чем ты не понимаешь для этого надо быть как минимум специалистом в этом и сказать это шарлатан это не шарлатан мы Мы сегодня не будем эти вопросы обсуждать, а мы поговорим все-таки с точки зрения специалиста. Кто такие экстрасенсы? Елена, здравствуйте. Привет, Майкл. Привет, Чикаго. Да, ну, будем надеяться о том, что у нас Меркурий, который вышел из ретроградного положения, точнее, вышел сегодня или выходит сегодня, даст нам возможность вести эту программу, поскольку это как раз-таки рассоединение, и очень тяжело было последние несколько дней вести эти программы, они прерывались. Лен, как вы считаете, или вы знаете, точнее, вот, медиумы, парапсихологи, экстрасенсы, кто эти люди и откуда у них такой дар, как они этим пользуются, и почему он непонятен остальным тем, которые, естественно, в большей степени не понимают, о чем идет речь? Ну, это не только у вас не понимает. У нас в России тоже идет лоббирование интересных разных организаций, мы сейчас не будем называть их, ну, начиная с религиозных, да, которые на телевидении лоббируют свои интересы против эзотерики, да, и всех сводят к экстрасенсам, то есть, вот, опять же, хочу сразу сказать, что экстрасенсы – это тонко чувствующий, интуитивно чувствующий человек, то есть, человек, который может считывать информацию со среды, с людей, и делать определенные выводы, или просто их не делать, действовать на уровне интуиции, как волк в лесу, да, то есть, вот тут он будет есть, а там не будет, потому что вот ощущение, что тут будет плохо, и действительно так происходит, то есть, люди такой вот интуиции, они обычно за счет этого выходят из тех или иных положений, из ситуаций, они могут не сесть на самолет, который потом разобьется, да, то есть, ощущениями от них, да, таких людей практически большая часть, нельзя сказать, что их там 10%, я бы статистику не проводила, ну, действительно, такой нет статистики, но по моим ощущениям, да, опять же, все-таки в мире, в мире таких людей, ну, наверное, процентов 50, если не 60, да, то есть, у всех какой-то свой уровень. Вы имеете в виду 50-60% людей, которые обладают экстрасенсорикой? Да, которые обладают в той или иной мере экстрасенсорным ощущением мира, вот они вот экстрасенсы, но они интуитивные, то есть, вот человек даже об этом может не догадаться, он даже абсолютно в это может не верить, и, ну, просто вот у него так это работает, у многих через их направление это работает, да, они прекрасные специалисты, аналитики, то есть, это тоже разновидность экстрасенсорики, просто профессия, если взять профессионально, то специалист, который совмещает в себя, помимо экстрасенсорного воздействия или влияния, еще и знания, да, это уже парапсихолог, как бы, да, вот в свое время тоже шли по поводу этого спора, вот у нас в России среди коллег, я первая назвалась парапсихологом, я считаю, что это специалист эзотерических практик, который может совмещать в себе много направлений, то есть, ну, соответственно, человек такого уровня может быть медиумом, может быть целителем, человек этот может одновременно обладать оккультными какими-то знаниями, да, там даже, ну, и разные другие направления эзотерики он в себе может включать, да, потому что, опять же, если взять, вот, говорят, ясновидящее, что такое ясновидение? Это очень развитое астральное видение, когда человек, находясь в определенном состоянии транса, да, но в теле, может видеть пространственные, в сознании людей или, допустим, мира, там пространственные картинки какие-то, которые ему идут от этих людей, он их считывает, опять же, есть люди, которые субъективно это считывают и делают выводы неправильные, есть люди, которые объективно это делают и действительно это, вот, как Ванга, да, вот она видела вот это очень достаточно объективно, вот, то есть ясновидение – это тоже одна из наработок, то есть нельзя сказать, что человек ясновидчив, ну и что, ты пришел к ясновидчиву, он тебе сказал, в каких трусах ты пришел, какие у тебя, там, книги в полке стоят, что у тебя там, допустим, там, выиграешь ты или нет, но человек тебе не сказал причину-следственную связь, всего этого, ты не понял, да, ты просто пришел, тебя поразил этот дар, но на самом деле, как бы, такой дар для человека, обладающего этим, он достаточно опасен, человек может видеть лишнее, соответственно, ему это не нужно, он может притянуть на фоне этих картинок лишнюю проблему себе, своему роду, своим близким, да, и, соответственно, это как найти чемодан с деньгами, да, неизвестно, какие последствия будут у человека, который нашел, и что с ним делать дальше, да, вот, здесь то же самое, поэтому ясновидение, это одна из эзотерических практик, которые, опять же, входят в парапсихолог, в парапсихологию, да, вот, а также, как медиум, он может быть реально медиумом, да, Лена, я прошу прощения, но все равно, просто медиум, человек не контактирует с ними, картинка у нас замерзла, и мы не слышали, повторите, пожалуйста, вот последнюю вашу... Какой момент? Не знаю, не знаю, с двух мы, последние две фразы. Так, последние две фразы, ну, резко вышло, да, я теперь, вот, то есть, взять медиума, если взять медиума, то это человек, который обладает способностью читать информацию с умерших людей, животных, там, с прошлых даже событий, кстати, такой человек может зайти в египетскую пирамиду и считать полностью даже какие-то вещи, которые там вот были при тех временах. Но, опять же, это очень высокий уровень в такие пласты входить. Вот, но если человек не будет такой обладать эзотерическими знаниями, вот, а просто, вот, знаете, как человек может общаться с душами умерших, да, и, соответственно, человек, не обладающий должными эзотерическими знаниями, медиум, он может в итоге потерять себя, то есть, либо одержание очень сильное будет, и он будет выполнять волю умерших или демонической сущности, либо человек сам пойдет на суицид или умрет, то есть, у него не будет платформы, которая будет помогать ему управлять этим процессом, то есть, знание в голове парапсихолога, это прежде всего момент управления ситуацией, в которую он интуитивно чего-то чувствует, понимаешь? вот, еще тоже отдельная практика, я считаю, что она отдельная, это умение корректировать, да, корректировать, опять же, вот, вчера я разговаривала тоже с Мишей, это у нас вот человек, он в багетной мастерской работает, он занимается, изучает ведическое направление в Индии, да, вот эти вот все веды, и вот мы ехали, я его подвозил, он спрашивал, вот, если ты работаешь с этим, какой вот, ты субъективно это делаешь, или субъективно что-то, снимая с кого-то негатив, он влезает в какие-то полосты, он может, опять же, себе набрать проблемы, то есть, должна быть высшая какая-то инстанция, вот о чем мы с ним говорили, это, наверное, какая-то абсолютная любовь, да, к чему мы все стремимся, да, божественная такая, и за него в своих практиках ради денег они могут получить проблему, да, соответственно, сами, как специалисты, сгорели окружающие, психолог должен уметь работать с собой, не двигать коробочки, там, как вот Нинель Кулагина, да, по сути, как бы это была ее способность, но при этом, да, двигание коробочек, это не есть знание, да, опять же, это действие. Да, ну, это то, что называется телекинез, есть разные виды, когда-то это назывались мистические совершенства, на санкрете это называется ситхи, и люди, практически все, обладали этими совершенствами, не 50-60%, а практически все, но это было очень и очень давно, и это было нормально, то есть, это было явление, не обязательно, тогда не было запоминающих и записывающих устройств в те времена, не было никаких письменностей, не надо было, почему появились все эти ручки и всякие, потому что надо было записывать то, чтобы не потерялось, тогда все передавалось другими путями, все было и телепатически, как это сегодня называют, и не надо было ничего записывать, все и так запоминали, то есть, память была просто феноменальная практически у всех людей, которые жили, сегодня это надо, но вот если мы говорим о Нинелле Кулагине, давайте немножко остановимся, я помню, смотрел фильм, был этот фильм, он появился, по-моему, первый раз появился в 87-м году, я не помню, на телевидении, по телевидению, или в 78-м году, и где показывали, есть разные всякие там записи сейчас, можно их найти, в принципе, на интернете, где она видела пальцами, так считали, где она в конвертах видела цифры, и где она действительно двигала, и это замерялось, даже были приборы, которые это замеряли, как вы считаете, но она не могла это объяснить, она это просто делала, и все, вот этот феномен, который Нинель Кулагиной, многие пытались повторить, ну, кто-то повторил, кто-то не повторил, то есть, вы говорите, это не является, скажем так, подтверждением экстрасенсорных способностей, да, это то, что сегодня люди хотят увидеть, когда вы без всяких веревочек, ниточек, двигаете вот эти вот, как вы говорите, коробочки. Нет, это является экстрасенсорной способностью, в данном случае, Нины Кулагиной, да, Нинель, но, понимаешь, получается, что уровень сегодняшней экстрасенсорики в мире у нас сводится к фокусничеству, да, то есть, вот те же битвы экстрасенсов, но у вас, я не знаю, тоже есть какие-то передачи такие, вот, то есть, показывают экстрасенсы, которые прям вот пришел в какое-то помещение, и тупо он все уже считал там, вот реально, для любого состояния нужно сосредоточиться, опять же, есть, у всех экстрасенсов есть свои градации способностей, такого общака, что ли, да, вот как бы, чтобы все умели только двигать коробочки, или чего-то, нету, потом, опять же, если взять сейчас, что большое количество людей экстрасенсорно, да, очень многие развиваются интуитивно, а кто-то читает очень много книг по этой тематике, не проявляя себя как про психологи, да, то, по сути, как бы, все эти знания, они немножечко уже где-то и на научном уровне подтверждены, да, и люди просто уже, ну, как бы, нужно помимо коробочек сдвигания, да, телекинеза, хочется чего-то большего, и прежде всего, люди работают со своим я, да, прежде всего, то есть сейчас, наверное, все поменялось, ближе стало к этому, тот период, когда вот Нинаэль Кулагина появилась, я думаю, что как раз вот ее способности, они открыли миру что-то новое, что вот это реально можно, но у нее вот это так работало, опять же, человек не мог объяснить, почему, понимаешь, это все равно, что ясновиднее, человек увидел картинку, там, кто-то, чего-то с кем-то произойдет, там, человек пошел, спас, но он не понял, а может быть, не надо было спасать, а может быть, нужно было просто предупредить, чтобы люди сами спасли это или нет, понимаешь, то есть, как это каждому человеку ситуации даются для определенного отработки и наработки чего-либо, и как бы, когда у человека тяжелая ситуация, и человек ее преодолевает, да, это и есть уровень развития, по сути, то есть, так вот, чтобы все жили гладко, и у всех все хорошо было, такого нет, мы все приходим сюда с неким опытом, из прошлых реинкарнаций, в каждую реинкарнацию нам попадают люди, кому мы что-то должны, кто нам что-то должен, и опять же, в каждом новом витке жизненном, реинкарнационном, мы начинаем выяснять какие-то отношения, или отпускать эти кармические завязки, или наоборот, их нарабатывать, смотря кто на что способен, да, вот, и те же экстрасенсорные способности, они сейчас тоже разнолики, то есть, кто-то может гипнотическим практиком владеть, у кого чего получается, кто на что открыт, вот абсолютно там, человека, который бы все мог, я не могу сказать, не могу найти, кому удается, допустим, снятие негатива, они не могут двигать коробочки, потому что, как бы, то есть, кто в чем себя наработал, я бы так сказала, вот, то есть, и даже больше того скажу, люди, которые могут многое, они вообще прячут иногда свои способности, и не говорят об этом окружающем, они живут для себя, для своей семьи, они могут там себя исцелять, некоторые уходят там в горы какие-то, да, вот говорят, в горе Кайлас, там есть какие-то вот мудрецы, которые медитируют, чтобы мир сохранить, да, ну, землю, вот, ну, кстати, это вполне реально, да, если, допустим, все конфессии вдруг в один момент станут медитировать на благополучие мира, действительно мира, и подсознательно, и сознательно, то, в принципе, он может восстановиться, действительно, и вдруг войны, как бы, могут уйти, но, к сожалению, сами конфессии друг с другом воюют, поэтому тут о мире трудно говорить, вот, ну, и я считаю, что экстрасенсорика, это вот то, что, ну, Нинель Кулагина, это очень способный эзотерический человек, экстрасенсорно развитый человек, ошиблась, не эзотерический, да, но не обладающий определенными знаниями, она просто интуитивно делает то, что у нее получалось, и, кстати, я про нее тоже смотрела фильм в Ютубе, я случайно на него вышла, я бывает иногда случайно какие-то фильмы смотрю, по теме, даже не знаю почему, но вдруг у меня потом выпадает, что мне было это нужно для какого-то материала, и там вот как раз и говорилось, что она потом как бы целила людей, она излечивала, но она как бы по жизни так и не поняла, для чего этот дар ей нужен, то есть она не... Но у нее на самом деле была серьезная болезнь, у нее была опухоль мозга, у самой Нинель Кулагина. вернемся к этой проблеме ее, да, что такое двигать коробочки, вот если мы сейчас, определимся с энергетическим ощущением, когда человек двигает коробочки своим сознанием, это точечное сосредоточение человека через синюю чакру, синяя чакра у нас в районе лба находится, это интуиция и логика, но при этом там же находится как бы у нас третий глаз получается, то есть это очень сильное сосредоточение всего человека на своей голове, прямо скажем, представляешь, это же сосуды, сосуды-то они, извините, ну один раз ты так подвинул коробочку, второй раз ты двигаешься не только за счет мыслей и какой-то энергии электромагнитной, которая от тебя в этот момент исходит, ты еще двигаешь, извиняюсь, за счет своих физических тел, телесных вот этих моментов, то есть твое тело при этом также участвует в движении этой коробочки, оно начинает тратить силу физического тела, понимаешь, и так как у нее все эти опыты проходили через голову, то есть она прежде всего как бы двигала руками, головой все время было сосредоточение на голове, и я думаю, что как раз вот эти опыты, они и сделали так, что у нее в голове сформировалось заболевание, понимаешь, ну помимо того, что она с кого-то что-то могла снимать, это тоже сыграло, поэтому, то есть у нее вся энергия пришла в состояние, сосредоточена была в состоянии головы, ну ближе к голове, то есть как бы о других частях тела она меньше всего думала, и у нее это сформировалось в болезни, то есть не было состояния расформирования этой энергии по всему телу, то есть когда экстрасенс поработал с психологией, допустим, целитель поработал с пациентом, что надо сделать первую голову, ты сосредоточен на своем сознании, в районе головы и на руках, ты о других частях тела в это время не думаешь, соответственно, эти части тела несут нагрузку, нагрузку ты лечишь, ты снимаешь негатив с человека, соответственно, если целитель не умеет снимать с себя негатив с тела, соответственно, через руки, через сознание проходит то, что было у больного, и здесь очень важно тоже, после процесса лечения обязательно помыть руки, смыть этот энергетический наслой, который у тебя завис на фантомном уровне, вода она все равно смывает, она смывает с тела, но ты энергетически также смываешь сознание, и в какой степени даже умыться желательно, потому что это снимает именно с района лба, нагрузку, вода она тоже снимает стрессовое состояние, в котором ты находился, когда ты лечил человека, ну, лучший вариант – это вообще душ, ну, сами понимаете, не всегда у всех есть возможность перед каждым клиентом душ принимать, и, соответственно, человек должен, целитель обязательно разровняет в себе эту энергию, ты отпускаешь клиента, и ты сосредотачиваешься на своем теле полностью, и происходит какая-то медитация, вот я тоже вот эту оздоровительную практику придумала, серебристая и золотистая энергия, она позволяет восстанавливать силы свои, то есть ты начинаешь восстанавливаться, свой баланс, и, соответственно, также это снимает тот негатив, который зацепился у тебя на уровне биополя, пока ты там лечил клиента, вот, то есть здесь касается, вот у всех направлений свои какие-то вот такие вот мелочи есть. Понятно. Лена, расскажи, пожалуйста, ты мне отправила картину, мы говорили в одной из программ, позапрошлой, по-моему, программе, о картинах, которые могут нести в себе энергию, и ты пишешь эти картины, и это своего рода, возможно, талисманы какие-то, которые можно повесить то ли у себя дома, на энергию благоприятную, то ли это в офисе людей, которые занимаются бизнесом, возможно, это будет им приносить, скажем, больше людей, больше клиентов, позитивная энергия. И эта картина, которую ты отправила мне, это «Скомарох». Можешь объяснить на примере этой картины, как это все работает, вот в данном конкретном случае, ну, вот я вижу «Скомарох» и «Скомарох», ну, с бомбончиком, с шапочкой и так далее. Скажу, как это работает. Я старые фото тоже просматривала, как раз вот искала «Скомароха». Ну, у меня в разных папках все сохранено, естественно, бардак. Когда я рисовала этого «Скомароха», у меня были как раз вот мои устремления, я хотела вот выйти в офис, я хотела там добиться какого-то вот, ну, другого состояния, чем то, что было у меня. То есть, такой некий карьерный рост, назовем этого. То есть, ну, все-таки на дому работать, да, где ты там все-таки более расслаблен, да, или выйти все-таки в офис и более публично работать, да, вот как-то. Ну, я уже по интернету тогда была публично, и в телепрограммах каких-то участвовала, но мне хотелось вот именно другого пространства, да. И, видимо, вот когда я рисовала этого «Скомароха», я в него заложила эту энергию роста. То есть, я думала об этом, и обычно, когда ты рисуешь, ну, вот я рисую, допустим, я, то, что у меня подсознательное есть, да, вот относительно, если для какого-то человека, то я, соответственно, держу в сознании этого человека. И это не делается за один раз. Это, ну, я быстро не рисую. То есть, это делается, допустим, периодически. Я возвращаюсь к этой картине, вспоминая там того человека, и для него рисую. «Скомарох» просто был написан вот в какой-то промежуток времени. И при его полном, окончательном решении я его уже доделала в офисе, причем уже во втором офисе. То есть, в 12-м году я другой офис взяла уже. То есть, полностью вот я поменяла многое, да, у меня поменялось. Я считаю, это заслуга этой картины, потому что она вот именно дала движение мне. И в ней очень большой потенциал, конечно, заложен. Ну, Лен, скажи, пожалуйста, это для тебя поменяло все, поскольку ты сама это писала, или это будет менять, скажем, ну, вот я сделаю принт, допустим, этой картины. Может, принт, и она также будет и для тебя менять. То есть, это не обязательно в цвете, или это должен быть цветной, желательно? Нет, вот «Скомароха» лучше в цвете сделать, потому что он, именно там цветовая гамма, вот так вот все завязано, чтобы это вот именно работало с цветом. Потому что там идет как бы зарядка всех чакр, если ты обратил внимание на цвет, то есть там полноценно вот, ну, как вот около иконы ты можешь постоять, здесь тоже такой же эффект идет. У меня эта картина висела около моего рабочего места, и просто так получилось, что я ее продала. Но все-таки, по-моему, я в 2014 году ее продала, или в 2015, сейчас не вспомню. В общем, я ее продала к концу года, и вот этот эффект пустоты у меня, достаточно пошли какие-то проблемы. Но, кстати, после того разговора в ту пятницу с тобой, насчет картины «Талисмана», по-моему, мы говорили, да, вот, мне потом в пятницу вечером позвонил этот человек, который купил у меня эту картину. И, ну, когда спросил, как дела, я ему сказала, да, я ему сказала, говорю, представляешь, разговор был по радио, вот, об этой твоей картине, которая сейчас у тебя, она была моя, соответственно, вот. Вот, но я скажу, что у человека от фу-тфу ситуация все-таки неплохая, то есть сейчас, да, то есть у него очень, это бизнесмен, там очень серьезные деньги, и, как бы, человек, в принципе, талисман его удерживает так же, как и дает состояние роста. Вот, понимаешь, в скоморохе есть вот это состояние роста, которое я заложила в него. Лен, я почему спросил, именно почему скоморох, потому что, ну, скажем, по ассоциации с картами Таро, есть второе, нулевой аркан он называется, он и есть, шут. И это действительно шут, скоморох, и это достаточно сложная карта, потому что интересная вещь, у многих царей и королей у них были шуты, придворные шуты, причем эти шуты были не просто, они смешили народ, как типа клоуны у нас там в цирке. Эти шуты, это были люди очень и очень умные, и они давали очень и очень серьезные советы. Скажем, мы помним, у Шекспира было и в Гамлете, и Ромео Джилетта, Меркуция шут, который давал советы. У него спрашивали, у него Ромео спрашивал совет, у него, это был шут, он себя так вел. А является ли это картина, которую ты написала, скоморох, именно в этом плане, или это просто какой-то образ, какой ты для себя собрал, в себя какой-то воедино, какие-то твои мысли? Ну, наверное, у меня история со скоморохом началась, когда мы начали жить с моим бывшим мужем, на тот момент у него есть серия романов, «Астральное тело», действительно, по-моему, он называется «Скоморох или начал магии». Не, я сейчас не вспомню, вот честно. «Астральное тело» первый, второй, третий, сейчас четвертый есть у него роман. И как бы так, как я очень погружена была в его направление эзотерическое, и в какое-то момент времени вот эта позиция скоморох, вообще как бы это определенное состояние, в картах Тарона тоже есть, и что ты заложишь в этот рисунок, то есть можно в любой рисунок заложить падение, а можно рост. В моем скоморохе я все-таки вижу состояние возможного роста у любого человека, у кого он должен, может быть, висеть, или стоять на заставке компьютерной, и этот скоморох, как бы просто к нему надо немножко обращаться, просто периодически стоять перед картинкой, может быть, загадывать желание, можно и так, кто как, молитву особо не придумаешь, но все-таки какое-то взаимодействие человека и картины должно быть. Периодически поглядывать, свои мысли какие-то развивающие, говорить про себя. И скоморох это, да, нулевой как баркан получается, но здесь идет именно состояние шутовства, именно состояние легкости, с которой ты преодолевать можешь неожиданно те препятствия, которые, допустим, в серьезном виде ты не можешь преодолеть. И скоморох дает вот это состояние возможности пройти над препятствием по, как это, канату, да, допустим, вот у меня тоже одна из картин есть на броске, как скоморох идет над толпой, вот в каком-то площади города, ну я так ее не нарисовала, но это тоже состояние, да, то есть ты как бы более облегчен, ты сбрасываешь какие-то установки предметные, которые тебе мешают вечно, да, там, и ты в какой-то момент времени на именно легкости вот этого скомороха выходишь в те или иные пласты своего направления и решаешь какие-то вопросы, то есть более легко, нежели если бы ты шел со старыми какими-то уроками, не имея вот там энергетики этой картины, вот я бы так сказала. — Понятно. Ну хорошо, давай вернемся мы тогда к экстрасенсам. Ну, экстрасенсорика, которая стала где-то вот публиковаться и где появляться в средствах массовой информации в бывшем Советском Союзе, там была не только Нина Кулагина, там были и другие люди, и вообще-то говоря, многие книги, можно вспомнить и Тулжу Блаватскую, и Гурджиева, вероятно, которые описывали какие-то совершенно невероятные вещи, которые обычному человеку непонятно. Ты упомянула Кайлас, я беседую с одним человеком, который многократно бывал на Кайласе. Вообще Кайлас — это седьмая чакра Земли, считается, оказывается. Существуют чакры Земли. Первая чакра находится у нас, кстати, в Соединенных Штатах, это находится в Северной Калифорнии, гора Шаста. Ну, а седьмая чакра находится на Кайласе. Вообще считается, что Кайлас — это обители Господа Шивы, и там действительно должен завершиться цикл творения, вот этот цикл, он должен завершиться разрушением. Ну, так по ведическим концепциям, по ведическим текстам, так это описывается. Но вот те экстрасенсы, то, что называется сегодня таким нейтральным, непонятным словом, эзотерика или экзотерика, там разные моменты. Кто еще, вот кого ты могла бы назвать, тех людей, которые действительно оставили свой след в этой, ну, я бы так сказал, сегодня науке? Ну, я бы много не назвала. Те, кто был в бытность, когда Вольф Мессинг выступал, вот кроме Вольф Мессинга и, опять же, Нинель Кулагиной, как бы я вот не могу назвать каких-то людей, хотя я знаю, что они были. Потом, опять же, если взять начало 90-х годов, я бы сказала, я бы сказала, что вклад в гипноз и гипнотические практики очень сильно вложил Гена Гончаров, допустим, кто еще, Кашпировский, достаточно, кстати, серьезный специалист, но очень тяжеловатый такой вот. Но, опять же, он тоже какие-то подразделения делает, он больше психиатр, тут вот как бы я трудно сказать, экстрасенсу, он себя считает экстрасенсом или нет. И гипнотизер. Да, он прежде всего гипнотизер. Был, кстати, фильм «Еснавидец», да, по российскому телевидению. «Чудотворец», да, у меня есть книга. «Чудотворец», да. Очень хорошо. Годы вообще показаны. Любопытный фильм, да, там снимался сын Олега Янковского. Очень мне понравился, да, в этой роли. Да, и в Пандарчук играл Кашпировского. Вот, кстати, скажу тебе вот разницу, если вы проговорите этот фильм, я его прям несколько раз прям смотрю, прям вот даже подряд могу, ну, не подряд, через какие-то промежутки я постоянно к ним возвращаюсь. Вот там идет разговор о Кашпировском, ну, возьмем все-таки аналог Кашпировского, да, и они там... Хотя, прости, он был очень недоволен, и он сказал, кто это вам позволил, типа меня там, хотя там ни слова не сказано, да, про Кашпировского. Там фамилия не названа, но все, естественно, понимали, что это прототип. Ну, здесь, да, здесь я вообще Кашпировский, он очень скрытный такой человек, я не знаю вот о нем многого, да, кроме его работы на зал, я не знаю тонкостей. Ну, мы вот иногда раньше гастролировали, когда с мужем, мы периодически выступали в одних ДК, да, он в большом зале, потому что он разрекламирован был, мы в маленьких. Но я тебе скажу, что мы так вот лично, я с ним не пересекалась. Вот. Еще тоже я все-таки за вклад в эзотерику скажу, ну, все-таки вспомню своего бывшего мужа, да, хоть и мы с ним в сложных отношениях, Всеслав Соло, да, я считаю, что он был основателем и есть, да, эзотерического направления, которые немножко сейчас растащили, опять же, те, кто у нас занимался, уже люди свои учения какие-то создали на основе того, что взяли у него. Вот. Ну, кто еще? Чумак. Алан Чумак, он же дал вот это направление заряжания бутылочек около экрана. Он прекрасный целитель, кстати, тоже вот. Мне очень он симпатичен. Ну, очень много. Вот Гальперин, который создал РАМ, да, это для нетрадиционников, кто у нас нетрадиционной медициной занимается. Биология, да? Да, сейчас Егоров Владимир Владимирович, он президент РАМ, и эзотерические документы как раз мы берем там. Ну, кто вот включен в этот состав, кто там у него как целитель или как эзотерик. Вот. То есть я считаю, что это неоценимый вклад. Вот того же Егорова, он очень много сделал для нас, для организации вот этой. Ну, кого еще? Лонго Юра, да, он тоже достаточно много сделал, у него хорошие наработки были. Ну, вот как-то вот Джуна, Джуна, ну, вообще, человек, я считаю, вообще, я считаю, она основоположник целительского направления в России. Она как бы подняла это энергетически, и на этой волне многие стали лечить тоже. Джуна тоже, я считаю, достаточно вклад большой внесла. Но она не зря, опять же, это, ну, это официальный факт о том, что она лечила Брежнева, уж не знаю, как она его лечила, но где-то вот фильмы, кстати, тоже об этом показаны. Ну, фильм, это, кстати, опять, если чудесник, я его называю, как ты сказал, не чудесник, а не чародей, блин. Чудотворец. Чудотворец, блин, все время забываю название. Я говорю, Сергей, не дай мне, говорю, чудесника посмотреть, достань-ка я кассету, эту пленку, она какой чудесник. Ну, вот, чудотворец. Там же очень показано, во-первых, 90-е годы, вот что реально было, да, в мягкой степени, кстати, скажу, эти показаны. Во-вторых, там показаны два специалиста, один со сцены, да, как бы, а второй, как бы, занимался там, ну, забыл про свой дар и шил там, я не знаю, ремни какие-то там и продавал на рынке. И потом, когда встала позиция зарабатывать деньги, неожиданно его брат там во что-то влез, они продали квартиру, он понял, что надо на чем-то зарабатывать. И безвыборно получилось, что он стал этим заниматься, то есть его толкнуло в это. Но суть в чем, два разных абсолютно специалиста, один шоумен, который может держать зал, да, вот реально, и при этом он не без способностей, когда они первично встретились, Янковский, да, Филипп, который играет, вот Николай, да, он был более способный, у него вот это все, но он немножко был, как бы, на гордыне, а вот этот вот под Кашпировского дядечка, он, конечно, был такой вот, ни рыба, ни мясный, ему хотелось, и в итоге-то на сцене именно стоял а-ля Кашпировский, то есть человек, который в свое время только хотел, да, и он добился все своими именно какими-то наработками, плюс, тренируясь, да, там он и сына потом стал тренировать, то есть они у него были эти способности, просто они у него были не такие, как у Николая, как раз у Николая были способности а-ля Нинель Кулагиной, там вот этот вот делать горчичник, вот этот нагревать пальцами, вот это, ну, любое место, можно психологически горчичник, как это называется, и действительно нагрев идет, и можно даже сделать ожог, вот, и в какой-то мере там показаны два специалиста, один больше целитель, а второй более, понимаешь, шоумен, который вот открывает там на веру этих людей, там, но потом как бы они вот смешанно работать стали, ну, я считаю, что у одного были одни ошибки, у второго другие, то есть здесь, если ты идешь работать на поток, ты должен все-таки не полностью себя отдавать, да, там, в кабинете, да, а все-таки чередовать, как чтобы восстанавливаться, что у Николая не было, и в то же месте ты идешь на сцену как шоумен, да, вот как вот в Америке это очень принято такие выступления, как Вольф Мессинг делает, то там ты не должен отдавать всю энергию, иначе ты после первого, то есть там не надо лечить до результата, чтобы раз человек встал с коляски и куда-то пошел, там надо брать легкие случаи, где человек покажет, как он работает, чтобы он мог восстановить, там, что-то сделать, понимаешь, ну, как это сделал Кашпировский, кстати, между прочим, тоже на сцене, ну, чтобы открыть на веру людей, понимаешь, вот, опять же, мы не знаем этого, Лен, мы не знаем мотивации этих людей, кто-то, как в одной песне говорится, сменил свой божий дар на какое-то там ремесло, типа этого Николая, который играл в Филипп Янковский, вместо того, чтобы заниматься этим, там, лечить и так далее, он стал делать какие-то ремни, продавать их на базаре, а что делал Кашпировский, мы пока не знаем, каковы его, ну, было много, в общем-то, каких-то там, типа разоблачений, и в прессе, и везде, то есть, где он там делал операцию без наркоза, по телевизору, что-то такое было, но в итоге он заклевали, уехал, и проживает в Соединенных Штатах, сейчас, кстати, где делают какие-то тоже опыты, психологические, типа, как это делал Вольф Мессинг, на что, кстати, некоторые люди потом говорили, что это фокусник, ну, еще раз могу подтвердить, фокусником можно, я присутствовал на многих представлениях разных фокусников, в том числе и у нас в Соединенных Штатах, мы знаем, самый главный фокусник, если можно так сказать, это Дэвид Капперфилд, но я также присутствовал и на одном представлении Вольфа Мессинга, и несмотря на то, чтобы это было очень давно, я это помню, ну, это нельзя было, я сейчас уже там многие вещи там читаю, знаю, анализирую, но это не фокус, это действительно способности, которые просто-просто феноменальные, просто невероятные, и уникальные, уникальные, да, без сомнения, да, более того, я знаю человека лично, который проживает в Соединенных Штатах, он, этот человек, лично общался с Вольфом Григорьевичем Мессингом, и он ему такие вещи рассказывал, тогда он еще был молодой человек, просто невероятное, то есть о фокусах речи и близко нету, это действительно очень-очень серьезные вещи, вот, так что, но последователей сейчас много, вы знаете, битва экстрасенсов, которая, уже какой, 17-й, по-моему, да, сезон, который идет на российском телевидении, это называется прообраз, откуда началась эта английская такая шоу-программа, которая называлась, и называет, я не знаю, сейчас она есть или нету, battle, psychic battle, называется, то есть битва этих ясновидящих, типа, ну, мы много раз говорили, в передачах принимали участие некоторые из экстрасенсов, которые даже участвовали в этой битве экстрасенсов, я, кстати, общался, буквально совсем недавно, общался с человеком, который был и есть учителем, Алексея Пахабова, победителя шестой или седьмой битвы экстрасенсов, которые сейчас очень и очень популярен, ну, мы на эту тему беседовали, шестой, он какой-то другой, победитель шестой был Саша Литвин, я участвовал в шестой битве, в 2008 году она снималась, ну, да, да, ну, да, я тоже смотрел все эти битвы, скажите, ну, это больше все-таки шоу, чем действительно показ экстрасенсорных способностей людей, но интересные вещи, там ответвление вот этой программы, которая называется, экстрасенсы ведут расследование, насколько я помню, ну, там действительно, это же с такими вещами как бы не шутят, там серьезные происходят какие-то расследования, действительно. Ничего там серьезного нету. Нет? Ну, битва экстрасенсов, когда она начиналась, действительно, очень отбирали именно экстрасенсорно развитых людей, когда я участвовала уже в шестой битве, это очень символично для меня было, что мы в Мастере Маргарите есть вот этот вот варьете, помнишь, да? Да. Варьете, так вот мы как раз зал, где мы должны были просматривать там за ширмой что-либо, был как раз в Петровском пассаже, ну, это делается про год 120 экстрасенсорных, вот-вот, я сейчас расскажу, да-да. Очень символично, когда я оказалась вот в таком месте, во-первых, как бы, я скажу четко, что не поесть ничего нам не давали, окружили нас там около какого-то памятника поэту, то ли Петрарка там была, то ли кто, там такая круговая, типа, вот, ну, можно посидеть, все лавочки, естественно, тут же были заняты, вот, нам сказали, вытаскивайте атрибутику, и будем смотреть, значит, что вы там можете каждый о себе сказать, вот, каждый из нас о себе говорил, я тогда, кстати, занималась воздействием на, работала с командой «Зенит», в плане, чтобы вытянуть ее, она, это был 2008 год, в принципе, до сих пор, кстати, «Зенит» очень в достаточно хорошем состоянии, да, вот, совершенно, кстати, для меня непонятно, я когда-то был любителем футбола, проживая на бывшей территории Советского Союза, «Зенит» уж никак не мог, где-то, хотя вдруг ни с того ни с сего он стал, ну, как когда-то «Минская Динамо», я проживал в Минске, стали, и вот как-то непонятно «Зенит» стал, теперь я понимаю, Лен, это, оказывается, ты приложила к этому, ему руку. потому что за «Зенит» болел мой сын, и, естественно, каждый матч мы там орали около телевизора, и я просто стала воздействовать, это нарабатывало именно воздействие на футбольных матчах, это «Дюж Восток», да, и, соответственно, я вытянула «Зенит», ну, сейчас я как бы этим не занимаюсь, это как вот хобби осталось у меня, и «Дюж Восток», в принципе, оно достаточно на таком вот премьер, в премьер-лиге под Москвой, по-моему, тоже они на хорошем уровне, то есть это одна из главных школ в электростале по футболу, вот, ну, естественно, благодарность, сам понимаешь, дело левая, то есть особо спасибо мало кто сказал, ну, мне как бы за «Зенит» и не нужно, потому что «Зенит» действительно команда мне нравилась, и, в принципе, все достаточно хорошо там себя показали, очень неплохая команда, вот, ну, а «Дюж Восток» это была благотворительность, потому что мой ребенок там играл, и я как бы в этом плане, наверное, слишком много дала энергии не в себя, а вот туда, но дело не в этом, и, короче, вот, как раз вот я рассказывала про воздействие на играх, потом получилась ситуация, что, ну, приспичило в нужное место нам с Церинкой, ведуней из Ижевска, мы пошли, пошли в этот зал, короче, заговорили охранника, значит, и прошли, сделали свои дела, значит, и вышли, я даже думаю, что нас, как тебе сказать, может быть, поэтому и был отказ в моем участии, потому что мы именно вот рядом с этим залом зашли, вот, и потом, когда мы пришли, на нас тоже собаку спустили, вы куда ходили, мы говорим, да мы кофе хотели попить, кстати, там очень дорогие были тогда попить кофе, сейчас не знаю, вот тогда да, и, короче, все вот полуголодные, представь, с утра приехавшие люди, а кто-то там 45, человек был, приезжих вообще, да, все мы, значит, сидели еще 3,5 часа, пока нас пустили в этот зал, и самое интересное, что над этим залом был портрет Булгакова огромный, ты знаешь, я вообще, вот для меня это было так символично, я как раз вот, мастер Маргарита, для меня Библия, да, так сказать, вот, в свое время даже астральное тело тоже для меня было Библией, пока вот автор себя не показался с нехорошей стороны, и, короче, вот такая история была, и потом, когда нас пустили в зал, там, как бы, амфитеатром этот зал, в середине ширма была, ну, она как бы, как занавески, вот так вот, ткани, вот этой ширмы, кстати, скажу сразу, действительно, она не проходит энергия сквозь нее, это фототкань, это ткань, когда ты фотопленки вот меняешь, помнишь, вот это вот, глухая такая ткань, вот, через нее свет вообще не проходит, и что-то просветить нереально, и нереально, там она еще в два слоя была, и я сидела вот с этой стороны, кто-то подходил там, руками все сканировал, кто-то там сверху, вот, колдовал там, вот, где-то есть момент, где я сижу, и надо мной этот Вадим из Ростова-на-Дону, вот, то есть все, кто на что там, пыжился весь зал, я тебе скажу, кто как мог, вот, я, соответственно, потом туда залез, ну, как тебе сказать, служка, ну, это служитель, с лестницы, и я как бы как раз видела, что, так как он свеже залез, соответственно, я стала видеть, что я Иринке стала рассказывать, что я там сейчас вижу, там лестница, кстати, потом нам сказали, записывайте все, что вы ощущаете, потому что ощущение потом сбивается, вот, ты первично что посчитал, увидел, да, то ты и выносишь потом на камеру, вот, ну, я как бы все записала, что у меня шло как ощущение, мы еще часа три сидели, пока нас всех 120 человек там выводили на разные камеры, выводили на три камеры, тех, кого они позиционировали в десятку экстрасенсов, выводили в помещение, то есть вот меня выводили в помещение, это был такой коридор, мне врубили лампу, такой допросник в глаза, ну, это чтобы ты там растерялся окончательно, то есть делалось все, чтобы ты был потерян, чтобы ты не мог считать, понимаешь ты, чтобы ты растерялся и не так себя повел, вот. Это напоминает какие-то опыты в каком-то отдельном, во время войны гестапо, знаете, они там лампу там светили, для того, чтобы... Вот это светила вот такая лампа, значит, причем там метр на три, и такой голос мне говорит, и причем еще тоже в этом, в этом как бы в битве экстрасенсов, шестая там, вот Саша Литвин, кстати, тоже там все время, он сзади нас сидел, то со мной сидел, ну, как-то вот мы общались тогда так, и была ситуация, значит, ну, он молчаливый такой, он молчком все ходил около нас, и была ситуация, где, когда вот мы еще около памятника, все стояли, или этого поэту, там нас опрашивали, кто что может, вышел такой высокий мужчина, такой вот, знаешь, тоже чем-то обладающий, это, видимо, от компании, от этой, и он встал вот так посередине, и стал как филин всех обсматривать прям, и я чувствую, что он сканирует по сути, то есть он высматривает тех, кто там, допустим, для передачи, ну, опять же, сразу скажу, на передачи нужно шоу, да, то есть там нужен, там ты должна завывать, что-то ты там должен делать, я, я что делаю, я сидела с картами, я была в джинсах, на коленках нарисовано что-то было, типа вишенки, или что-то там, я разрисовала их, да, я была в обычной футболке и в кепке, да, то есть, вот, и, соответственно, как бы, наверное, вот мой стиль, ну, как бы был упрощенный, вот, кстати, и на кастинге детектива и экстрасенсы, который был 31 мая в этом году, меня пригласили, там тоже отбирали именно специалистов по анкетам, вот, но, опять же, отбирала НТВ, для чего эта передача сделана, сразу скажу, ну, то, что там просто экстрасенсы все платные, я там увидела Джулию Ванг, сразу скажу, что она не экстрасенс, это обычная актриса и модель, то есть, ну, из экстрасенсов люди, там есть, вот, ну, такой лысый дядечка с бородой, вот сейчас показываю, там, есть как бы там экстрасенсы, я не могу сказать, что нет, да, вот последней битве, там прошло, по-моему, я не помню, три программы, последней битве мне понравился, я смотрю, все, я все смотрел программы, мне это интересно, с вами Даши, по-моему, его зовут, да, который был в Индии, много лет там прожил, мне близка тематика эта, то есть, он, ну, обладатель ли он способностей, ну, видимо, да, я не знаю. понимаешь, в чем проблема, вот, как бы я, за сегодняшних, вот, после шестой битвы, я не могу сказать, там, допустим, вот Илону Новоселову, которая в девятой была победительницей, там, или чем-то там она была, на самом деле, Илона, она участвовала в шестой битве, она была ученицей, это Ирина Ведуньи, она стояла... Проси, Илона Новоселова, она участвовала в битве с Алексеем Пахабовым, заняла второе место, насколько я помню. второе или первое, я сейчас не помню. Второе место, и он как раз рассказывал, сам Алексей рассказывал, что она очень и очень сильная, она гораздо сильнее его, ну, в определенном, конечно, плане, да, но получилось так, что занял первое место он. Да, ну, понимаешь, я как бы не могу опровернуть сейчас слова Алексея Пахабова, он будет говорить то, что ему удобно, ты же понимаешь, это все-таки есть такие вещи, которые не вытаскиваются, но я тебе скажу, что на шестой битве все-таки, ну, как бы это шоу-проект, все равно там берутся деньги за участие, хочешь ты или нет. В шестой битве, я точно знаю, как бы, да, ну, было озвучено, участие в десятку попасть стоило 150 тысяч. Те, кто там уже прошел и участвовал, они, естественно, будут говорить, что это ничего не стоит. Но, Майкл, ну, давай посмотрим. надо заплатить? Для того, чтобы попасть? Тех людей, кого они отбирают, помимо этого, чтобы ты куда-то там попал, все равно дальше, чтобы у тебя все пошло. Окей, ну, хорошо, не будем трогать эти, будем называть их интриги, давайте мы будем говорить, у нас, кстати, время заканчивается, так быстро с тобой это время все проходит. Вот так, колдует. Экстрасенс. Да, но, тем не менее, время нашей программы уже заканчивается. Что можно было бы еще сказать в заключении? У нас уже, да, у нас уже по времени все. Ну, я скажу тебе, что, по сути, как бы, если сейчас такое время, что если любой человек озадачится разработкой своих способностей, если он в себе это откроет, то на тот или иной уровень он все равно может выйти, потому что в каждом человеке заложено это. Лен, тогда к тебе вопрос по ходу, наверное, последний вопрос. Могут ли экстрасенсы, настоящие экстрасенсы, я не говорю про шоу, могут ли они, понятно, что каждый человек в той или иной степени обладает способностями. Это всегда было, и это есть, просто эти способности дремлют, не раскрытые, кому-то это вообще не надо, кто-то не верит, и так далее. Но есть люди, которые все-таки хотели бы развить эти способности, ну, неважно по какой причине, кстати, можно вычислить, направлены ли будут эти способности на благо, или наоборот во вред. Это мы тоже не берем в расчет на благо, то есть помогать ближнему, помогать самому себе. Могут ли настоящие экстрасенсы, вот ты в частности, помочь таким людям открыть эти способности, и что для этого надо? Ну, во-первых, как бы нужен какой-то блок эзотерических знаний. На самом деле, я как раз открываю такие способности, у меня очень многие люди после меня начинают открывать в себе какие-то видения, там кто-то ясновидит, кто-то еще что-то, кто-то просто сам с собой может работать. Вот эти способности я открываю у людей, но я всегда предупреждаю, что это все вы открываете для самого себя, то есть идти в парапсихологию, быть специалистом, это уже другой уровень, и как бы коллег по цеху я не положу, как вот мои некоторые, не положу, не положу, не что-то делаю, как это слово, не воспитываю. Я просто считаю, что каждый человек в той или иной мере может сам себе помочь, и я даю все эзотерические подборки, чтобы каждый человек мог в себе, допустим, ощущать это, понимать по-другому. После меня, допустим, после моих сеансов, люди начинают видеть мир по-другому, хочу я этого или нет. Я каждого наделяю своими способностями в той или иной мере, надобности этому человеку, и действительно у людей открывается. Но я всегда предупреждаю, что, во-первых, во благо, во-вторых, в защиту, а в-третьих, прежде всего, не идти в это профессионально, потому что профессионально просто этого мало. Это нужно действительно достаточно хорошая сборка знаний. Хорошо, Лен, совсем последний вопрос. Тогда, может быть, развитие этого вопроса, если действительно ты ответишь положительно, что да, это возможно. К примеру, мы организуем встречу, такую ты на экране, а зрители сидят в зрительном зале. Ну, кто-то сидит на интернете, кто-то сидит физически в зале, но, во всяком случае, те, кто сидят в зале, ты видишь, ты видишь. Можешь ли ты, посмотрев на человека, без всяких там, да, на нет, вот камера приближается к человеку, показывает крупным планом, способна ли ты определить только по одному взгляду в течение какого-то времени, есть у него способность или нет, или надо для этого поговорить, или что тогда для этого надо? Нет, для этого все-таки нужно говорить, потому что некоторым людям это не нужно, вот понимаешь, да, то есть и даже если... То есть в каком смысле не нужно? Это ты считаешь не нужно, или он считает, или она считает не нужно? Сам человек, сам человек считает, что ему это не нужно. Если ему не надо, он не придет, или она не придет. Если они пришли, мы заранее считаем, что они это хотят. Если человек пришел, да, у него уже есть вопрос, а просто я про клиентов, допустим, кто вот ко мне приходил, я даю всем одинаковые установки, но у каждого человека они работают по-разному. Вот те, кому это нужно, они в себе начинают это развивать. Лен, все-таки мы по определению считаем, что те люди, которые пришли на такую встречу, они хотят открыть в себе какие-то способности. И они предполагают, или не предполагают, или просто хотят узнать, можешь ли ты определить, есть ли у них способности, есть ли да, можешь ли ты им помочь их открыть? В принципе, я могу определить, проговорив, ну, допустим, просмотрев каждого человека и, естественно, ну, сказать, допустим, вот у вас, Вася Попкин, есть способность такая-то, у вас, ну, в плане, у вас есть возможность этим заниматься, но в том русле или в этом, там, или, а вот у вас, вот только вы можете этим заниматься, но только в свою жизнь, там, впихивать это, потому что дальше вы будете ломаться. Я могу так сделать, я могу даже дать какие-то опорные точки, но это как уже семинар будет, конечно, это немножко другое, это мне тогда надо подобрать тему, которую я могу дать людям для какого-то их развития. Ну, это просто другой немножко уровень на большее количество людей, не как я работаю, я как... Я понял, но мы сейчас говорим теоретически, потому что, если кто-то слушает наши программы, и кому-то это захочется попробовать, испытать на себе, то такую встречу мы можем организовать. В качестве подопытного кролика предлагаю самого себя, вот я, Майкл Мелехов, мы с тобой беседовали уже много раз, я обладаю такими способностями или нет? Ну, ты обладаешь способностями, причем ты человек, у которого есть академический подбор знаний, всяческих, кстати, и... Я подхожу на роль этого, скажем, потенциального там... Экстрасенсорин, ты... Психо-цайки, как я имел. Да, ты можешь даже наработки, у тебя могут быть вплоть до ясновидения, но у тебя все наработки как бы более предметизированы пока, да, то есть ты как бы еще, ну, не нашел, допустим, ну, либо у тебя времени нет, либо у тебя все-таки, вот именно твоя харизма такая, то есть ты все-таки, ну, полностью в это направление ты как бы не уходишь, то есть вот у тебя больше все-таки, вот, ну, творческое состояние. Наверное, ты для себя как бы больше развиваешься, вот, но единственный минус, что те знания, которые ты знаешь, их у тебя много, они иногда могут блокировать путь твоего же развития, потому что начинается наложение различных методик, и ты не начинаешь теряться, твое подсознание начинает теряться в том или ином направлении, поэтому здесь нужно из всех интересующих тебе методик выбрать какие-то направления, которые ты конкретно будешь усиливать. Тогда у тебя будет больше развития, уже как у пропсихолога, допустим, ну, даже для, там, нумеролог, вот, у тебя хорошо идет, там, астролог, понимаешь? Понятно. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям, на самом деле мы с Еленой не договаривались по этому поводу, вопрос она не знает, который я сейчас задал, мы на эту тему не говорили, я в качестве, так сказать, подопытного кролика и точно знаю, ну, во-первых, то, что есть, да, я могу, и да, это есть. То, что мне это как бы не надо, мне это не надо, у меня другие функции, я знаю свое предназначение, а все остальное, это, так сказать, помогает. Что в основном, к сожалению, люди не знают, и я занимаюсь очень много лет психологией, и в этом, так сказать, разбираюсь, это они не знают своего предназначения. Способности есть, они дремлют, и очень многие о них не знают, поэтому я могу не то, что призвать, а я могу предложить всем, кто нас слушает, внимательным образом к этому отнестись, не с целью куда-то кого-то, чего-то там втягивать, а с целью того, что есть такая информация. Эта информация, если кому-то надо, она может быть полезна, она может быть полезна во всех вариантах, только, еще раз повторю, во благо, потому что, если мы определим, я, Елена, и много других людей, с которыми я общаюсь, о том, что эти люди подменяют собой способности свои, или возможности, которые они хотят раскрыть, именно для чего-то другого, а мы их вычислим, эти люди не будут участвовать ни в каких далее проектах, и это априори, будем так говорить, поэтому, да, Елена, значит, вам последнее слово. Да, слушайте, Майкл, в общем, смотрите, еще есть такой момент, что некоторые люди вот обладают способностями, но они боятся признаться. Вот я бы обратилась к таким людям, кто видит, кто чувствует, что присутствует потустороннее что-то, и они начинают разговаривать с умершими, во всем мире как бы некоторые боятся признаться, боясь, что их посчитают ненормальными. Вот в этом случае, если вот появятся такие действительно люди, у которых вдруг вот такие вопросы скрытые, так тайные, есть способности, но человек боится их проявить, вот тоже как бы им все-таки, если, пожалуйста, можете обращаться через Майкла, и мы можем действительно как-то вот этот вопрос решить, я объясню, почему у вас это происходит, и как с этим жить дальше, чтобы вы не боялись, что вас призовут там ненормальными, а чтобы вы грамотно нашли свое направление в понимании этого или того предмета, которым вы обладаете как способностью, вот где-то так. Замечательно, замечательно, то есть сегодня мы уже практически объявляем, так сказать, поиск людей на радиоцентре Сан-Гейтс, и как это сделать, дорогие друзья, для этого есть у вас абсолютно все, вся информация, то есть это тройное W сангейтс радио точка ком, это сангейтс 1 0 8, солнечная ворота на конце буквы С по-английски 1 0 8, это наш скайп, без пробелов, нету между ними сангейтс, слитно пишется 1 0 8, и это телефон, кто хочет позвонить, те, кто проживает на территории Соединенных Штатов, пожалуйста, собственно, с любой другой территории тоже можно, единица, это код страны 8 4 7, 2 2 6 9 9 5 6, программы наши все записываются, включая эту, она будет выложена в YouTube, там тоже можно задать вопросы, оставить свои комментарии и замечания, еще раз повторю, каждый имеет право высказывать свою точку зрения, но с точки зрения кармы, а это закон, не рекомендуется, мягко говоря, делать какие-то стейтменты, делать какие-то клеймо ставить и переходить на личности, эти все вещи будут пресекаться, простите, лично мною, поскольку выбираю все-таки своих гостей пока на этом этапе я и те люди, которые участвуют в программах, это действительно люди настоящие, смею вас уверить, поскольку Елена сейчас подтвердила, я тоже обладаю способностями определить этих настоящих людей, все, спасибо большое, Лена, за твое время, которое ты нам уделила, желающие поглядеть на скомороха, приходите в центр Сен-Гейс, мы его распечатаем и повесим и будем тестировать, насколько это все классно, позитивно и дает нам бенефиты, еще раз спасибо, вот мой аватар, напарник мой тоже согласен со мной, вот я чувствую энергию, до новых встреч, пока, пока, Чикаго, пока, всего доброго, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok